Отсутствующее зло, которое непременно придет, и самая великая фитна на земле с тех пор, как был создан Адом и до Судного дня. Какой бы пророк ни был не спослан, он непременно предостерегал от него свой народ и описывал им его. Это одноглазый даджаль, называющий себя Богом, заблуждая и обманывая. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Если он выйдет в то время, как я среди вас, то я буду бороться с ним сам, а если нет, то каждый мусульманин защищает себя сам». И Аллах – покровитель каждого мусульманина. Из его внешних качеств, то, что у него будет красноватая кожа, он будет низкого роста, широкий, лоб у него будет открытый, и на нем будет написано «Кефир». И это сможет прочитать каждый мусульманин, как грамотный, так и невежда. Также из его описания то, что он лишенный правого глаза, как будто его глаз – жухлая виноградина. Также он бесплоден, и у него не будет потомства. И выход даджаля – из больших признаков судного дня. Его выход будет из востока, из местности Хурасан. За ним последует 70 тысяч евреев из Фахана. Затем он пройдется по полуострову между Шамом и Ираком, желая принести зло в Мекку и Медину. И его остановят ангелы своими мечами. Также из его искушений, что он придет в селение, которое в него уверует. И он прикажет небу излиться дождем, и тогда пойдет дождь. Он прикажет земле, и она произрастет урожаем. И их скот станет сытым и тучным. Потом он придет в селение, которое отвергнет его. И когда он уйдет от них, они останутся с пустыми руками, не имея никакого имущества. Также из его великих искушений, то, что к нему выйдет человек из верующих, который узнал его по его признакам и описанию. И скажет, свидетельствуя, что ты тот самый даджаль, о котором нам сказал пророк, салаллаху алейхи вассалям, в хадисах. И даджаль скажет, если я убью этого, а потом оживлю его, будете ли вы сомневаться во мне? И все скажут нет. Затем он убьет его, а потом снова оживит. И скажет этот верующий человек, когда его оживят, клянусь Аллахом, я еще никогда не был так убежден, что это ты, как сейчас. И потом, когда даджаль захочет его убить снова, он не сможет этого сделать. И в то время, как даджаль будет странствовать по миру, снизойдет Аиса ибн Марием, мир ему. И застанет его. И когда его увидит враг Аллаха, он начнет таять, как соль в воде. И если бы Аиса алейхи вассалям оставил его, то он бы растаял. Но Аллах убьет его рукой Аиса, мир ему. И он покажет людям его кровь. Есть несколько методов защиты от даджаля и его фитны. Среди них твердо держаться ислама и запасаться иманом, познанием Аллаха с его именами и атрибутами. И то, что он причист от каких-либо пороков и недостатков. Заучивание наизусть первых десяти аятов суры Аль-Кахф или последних. И тот, кто выучит десять первых аятов суры Аль-Кахф и в другом риваяте последних, будет в безопасности от даджаля. Прибегание к Аллаху за защитой от него и его фитны, особенно после второго ташахуда на намазе. Пророк, салаллаху алейхи ва салям, сказал, «Когда кто-либо из вас будет читать ташахуд, пусть попросит у Аллаха защиты от четырех вещей. Пусть скажет, о Аллах, я прибегаю к тебе от наказания ада и наказания могилы, и от фитны жизни и смерти, и от фитны Маси Худдаджаля».